Здравствуйте, уважаемые господа! Итак, мы начинаем наш понедельничный торговый план на неделю, обзор текущего состояния рынков, всего, что с этим связано. Готовьте ваши вопросы, если у вас будут какие-то, чтобы их обсудить. Моя фамилия Макаров, зовут меня Михаил. Я работаю в компании ИнстаФорекс аналитиком-преподавателем. Итак, мы начинаем. Московское время 16.00. Сегодня 14 декабря. Для того, чтобы нам побеседовать с вами более предметно, я сейчас запущу трансляцию. Сейчас пока запускается трансляция. Схема у нас... Трансляция запустилась, рабочего стола. Схема у нас прежняя. Сначала поговорим про коронавирус, потом обсудим текущий календарь на неделю. Потом посмотрим главные активы, главные инструменты. Итак, поехали. Посмотрим, что у нас с коронавирусом. Во-первых. Это вот отчет за вчерашний день. Итак, общие цифры. 72 миллиона 740 тысяч людей заболели с начала пандемии. Миллион 620 тысяч умерло. Практически 51 миллион выздоровел. 20 миллионов на данный момент активных случаев. Вот два графика по миру. Слева новые дневные случаи, справа смертельные случаи. Ну что можно сказать? Вторая волна, если она еще и не завершена, то она, в общем-то, по крайней мере, находится в стадии насыщения. Мы видим, что мировые случаи вышли на максимумы больше 600 тысяч 5 ноября. Сейчас у нас 14 декабря. В принципе, последний максимум был почти 700 тысяч, 694 тысячи. И спад сегодня меньше 600 тысяч. То есть можно сказать, что больше месяца уже формируется остановка. Не знаю, собственно, с чем это связано, но все-таки вот такие сложные процессы развиваются волнами. Судя по всему, и вторая волна, вот она близка, собственно, к насыщению. Что касается смертности. Она, конечно, выросла по сравнению с максимум первой волны. Вот, так сказать, пик в первой волне смертей был 8500 тысяч. Сейчас пики смертей достигают 12 тысяч, 13 тысяч. То есть почти в полтора раза выросла смертность. Но, конечно, если сравнивать, что тогда было там меньше 600 тысяч, то есть 90 тысяч был максимум, а сейчас 680. То есть в 8 раз выросло количество заболевающих, а смертей выросло только в полтора раза. То есть, ну, тут два фактора. Во-первых, у нас стали лучше лечить намного. А во-вторых, значит, все-таки очевидно, так сказать, с мутацией вирус потерял существенно свою смертность. Будем надеяться, что если нас ждет третья волна, а все-таки, как, так сказать, ожидается, что нас действительно ждет третья волна еще весной, вакцинация еще не успеет, так сказать, свое полновесное слово сказать к этому моменту, то будем надеяться, что смертность еще, собственно, снизится. И тогда по своей смертоносности это приблизится вот уже, ну, к обычному, что ли, гриппу. Вот по состоянию на вчерашний день, да, общее количество снизилось ниже 600 тысяч, 539 тысяч, но надо помнить, что мы с вами всегда встречаемся в понедельник, а есть эффект выходного дня, то есть воскресенье обычно снижается, да. На первом месте идет Соединенные Штаты, у них меньше 200 тысяч, а было несколько дней подряд больше 200 тысяч, и количество смертей у них достигало трех тысяч, даже чуть превышало их, да. Ну, вот вчера, слава богу, 188 тысяч, но на второе место, к несчастью, вышла Российская Федерация. Не на второе место по общему количеству, так сказать, всего переболевших, тут мы, наверное, где-то там вместе на четвертом, да, если не на пятом, вот. Но зато по количеству в сутках мы опередили даже немного Индию, опередили Турцию, Бразилию, вот, то есть вышли на второе место после Соединенных Штатов. Печальное, конечно, вот такое событие. Ну, собственно, и по смертям. По смертям мы идем все-таки не на втором месте, Мексика нас опережает, 685, но среди остальных стран, которые наиболее болеют, то есть мы на третьем месте вот по количеству смертей в сутки, к сожалению. Вот такая ситуация. Теперь, значит, по поводу вакцинации. Сегодня так называемый день Д, значит, это, так сказать, американцы сравнивают это с ситуацией во время Второй мировой войны. День Д – это был день высадки десанта в Нормандии в 1944 году. И вот сегодня, так сказать, американцы тоже называют это день Д, у них начало массовой вакцинации. Вакцина Pfizer допущена, наконец, до применения массового в Соединенных Штатах, и они действительно, так сказать, очень сильно подготовились. У них к сегодняшнему дню, к началу вакцинации во всех их местах, где они собираются вакцинировать, должно быть 2,9 миллиона доз вакцин. То есть они собираются в самые ближайшие дни, значит, вакцинировать почти 3 миллиона человек. А всего у них до конца года план 20 миллионов. Я думаю, что они способны его выполнить. Для сравнения, например, Российской Федерации план до конца года 480 тысяч. Вот, то есть сравните. А страны всего в два раза отличаются по численности, да. Значит, кроме того, вакцинации в Соединенных Штатах план у них, они собираются до конца марта месяца в следующем году еще 80 миллионов вакцинировать. То есть если все пойдет по плану, то у них уже к апрелю месяцу 30% населения будет вакцинировано. С учетом того, что у них чисто по официальным данным порядка 5% населения уже переболело, а скорее всего это, значит, ну там 10-15%, то я думаю, что если все у них пойдет, то они уже к концу весны, так сказать, у них будет вот такой практически вот, так сказать, полуиммунитет, полувакцинация. Еще в одной западной стране началась вакцинация вакцины Pfizer с пятницы. Это Британия. По схеме у них они в первую очередь вакцинируют в первую волну, и в Соединенных Штатах та же схема. Самое старшее поколение, старше 80 лет, потом на втором этапе, значит, старше 60-65 лет. Вот, но это в принципе довольно логично, то есть они начинают массовую вакцинацию с тех возрастов, где максимальная смертность. То есть одно дело, когда человек просто, так сказать, заболевает, его лечат, он выздоравливает, а другое дело, если человек имеет высокий шанс просто заболеть и помереть. Конечно, логично, так сказать, идти по пути резкого снижения смертности. Вот, ну в Германии активно подготавливается, так сказать, вакцинация, но пока вот, я так понимаю, что началось только вот в Британии и в Соединенных Штатах. В Европейском Союзе все-таки позднее, я так понимаю, начнется массовая вакцинация. Вот, что касается вакцины, значит, на подходе в Соединенных Штатах вакцина Модерна. Напомню, что ее существенное отличие вакцины компании Модерна от файзерской состоит в том, что для нее не нужно таких жестких условий хранения. Файзерская вакцина для хранения требует температуру там чуть ли не минус 90 градусов. Вот, а вакцина Модерна достаточно обычного бытового морозильника для хранения. Это важно на самом деле. Ну в Британии активно, так сказать, продолжается третий этап, и он близок к завершению. Это моя компания, вакцина компания AstraZeneca, и развивающиеся все страны, они ждут этой вакцины, потому что, как ожидается, она будет существенно дешевле в разы. На сегодня вот одна вакцинация, одна доза вакцины файзеровской и Модерна будет стоить примерно что-то там типа 20-25 долларов, а нужно два, то есть для развивающихся стран это довольно большая сумма. Вот, а Модерновская обещана была, что она будет стоить не дороже там 3-4 долларов за дозу AstraZeneca. Вот такая ситуация с вакцинацией, то есть начинает, то есть вакцинация все-таки вот началась. Слава Богу, да. Вот, значит, что у нас дальше, что у нас теперь с календарем? Вот, значит, возвращаемся. Вот календарь на неделю, календарь компании InstaForex. Вот, так, значит, что мы видим? Я оставил только новости, как отстающиеся Евросоюза и Соединенных Штатов. Значит, вот сегодня понедельник вышли данные важные по индустриальному производству в еврозоне. Значит, смотрите, что мы имеем. Это за октябрь. Мы имели, так сказать, прогноз 1,8 роста месяц к месяцу и в целом год к году минус 4,4 процента. Но это из-за вот коронавируса. Вот, вышли данные лучше, заметно, значит, 2,1 процента месяц к месяцу и минус 3,8 процента год к году. Хорошие данные, да. Значит, потом, вот во вторник, что у нас есть? Индустриальное производство по Соединенным Штатам можно посмотреть, но, в принципе, ничего особо сильно важного нет. Важные данные у нас в среду. Розничные продажи по Соединенным Штатам за ноябрь, то, что мы будем видеть. И главное, конечно, это ФРС. В 22.00 по московскому времени, во-первых, будет решение по ставке. Безусловно, ставку менять не будет ФРС никто. Значит, будут все изучать стейтмент ФРС. Значит, насколько там будет указано, так сказать, снижение деловой активности, так сказать, торможение в занятости. Вот это вот обнародован, обновленный, так сказать, раз в полгода это делает ФРС, обновление экономического прогноза, вот, ну и пресс-конференция. Да, вот, вот все вот это вот, значит, в среду, да. Дальше, в четверг, в четверг важные данные у нас по занятости в Соединенных Штатах стандартно за неделю. Вот, в 16.30 это выйдет, и здесь все смотрят на длительную безработицу. Вот, тут пока у меня прогноза нет, предыдущие данные были 5,7 миллиона. Быстро снижается безработица в Соединенных Штатах, так сказать, несмотря на то, что Трампа не переизбрали, но можно сказать, что он оставляет экономику в существенно более хорошем состоянии, чем она была вот в пике, значит, коронакризиса. Потому что там безработица, по-моему, была там чуть ли не до, там, не до 15 или 18 миллионов. То есть существенно снизилась безработица, и в процентах, так сказать, она ушла ниже 7 процентов, там, по-моему, что-то типа 6, если я не путаю, 6,7 процентов надо посмотреть. Вот, ну и пятница. В пятницу что? Индекс опережающих индикаторов, но в принципе ничего особо важного. Вот, то есть смотрим на ФРС в среду и смотрим на данные по занятости США в четверг. Значит, дальше давайте посмотрим, что у нас вот. Вот евро-доллар я открыл. Значит, евро-доллар, так сказать, продолжил консолидацию. Он начал консолидацию эту с 3 декабря, то есть фактически 11 дней, но, правда, с выходными, да, идет консолидация. В довольно узком диапазоне был очень хороший уровень для входа наверх, 21,65. Я, собственно, вот, так сказать, зашел. Стоп у меня сейчас стоит на 21,15. Вот, ну, фактически ниже среднего, главное, ниже лоу сегодняшнего дня. Я выставил стоп, но, как видим, что-то пока не двигается. То есть технически хороший уровень, прокололи и могли бы идти, так сказать, вверх. Но держимся ниже точки пробоя, вот, закрыли час ниже точки пробоя, это, в общем, как бы не очень хорошо. То есть, может быть, еще и разгонится. Более того, так сказать, в связи с текущей картиной, я, продажа у меня будет, так сказать, вот на этом лоу 21,04. То есть, по 1,21,04 я переворачиваюсь, и для меня картина уже будет выглядеть как вниз. Вот по европейской валюте такая ситуация. Значит, что у нас по фунту. Значит, фунт сегодня открылся, так сказать, с серьезным ростом. То есть, в пятницу еще картина смотрелась вниз, а сегодня, значит, поворот наверх. Но, тем не менее, так сказать, нужен еще уход выше 1,35,40. То есть, конечно, для покупать-то лучше было бы сейчас уже где-то, да, то есть, по более коротким графикам там, наверное, есть уровень. Вот, ну, то есть, в принципе, можно пытаться купить и на пробой 1,34,80. Так сказать, было бы пытаться, но пока мы 1,35,30 не пройдем, это еще может быть очень длинная консолидация. Но картинка стала смотреться существенно более вверх. То есть, фунт как бы голосует против доллара. В общем-то, против доллара голосует доллар иена. Вот она тоже проколола. Смотрите, здесь консолидация, вот нижний уровень начался аж с 18 ноября. И, в принципе, прокололи вот эти лоу, но надо закрепиться. То есть, вот лоу тут, сейчас, одну секунду, значит, так, это лоу у нас 103,66 и вот сейчас 103,71. Вот надо закрепиться ниже 103,66. Вот, закрытие. Но, в принципе, в случае разворота будет хорошая точка для входа на покупку по 104,60. Вот, не так это, в принципе, далеко, это даже меньше 100 пипсов на разворот. Но 104,60, вот, покупка точно. Вот, то есть, но пока доллар иена голосуют тоже против доллара. Ну, и доллар-франк тоже голосует, как бы, против доллара. Он однозначно закрепился ниже вот этого важного лоу, который был у нас 6 ноября. И вот пока смотрит вниз. То есть, пока вроде бы все против американского доллара, но евро как-то с очень большим трудом продвигается наверх. Встречает, в общем, какое-то постоянное сопротивление. Хотя, в принципе, по длинным графикам, если посмотреть, там ничего вообще нет. Да, то есть, вот, так сказать, по самому длинному, по месячному графику, смотрите, вот, была глобальная такая линия сопротивления на движение наверх, да, она была преодолена еще, так сказать, еще преодолена и закрытие месяца, это был еще июль, да. Значит, август весь был выше этого месяца, потом оттолкнулись, в сентябре оттолкнулись, в октябре попытка, значит, уйти вниз, оттолкнулись. И вот ноябрь, декабрь, второй месяц, значит, собственно, растем. И вроде как бы сверху ничего не ограничивает, но движение идет очень тяжело. Вот, собственно, ну, может быть, разгонится. То есть, пока продолжают, так сказать, какие-то там, так сказать, любители американского доллара продолжают, вот, активно продавать и мешать евро двигаться наверх. Ну, может быть, вот, разгонится. Вот, что еще можно посмотреть? Значит, российский рубль, доллар пытается снижаться, но все труднее и труднее, долгосрочно. Я вот, в принципе, на одном из счетов своих я купил доллар-рубль долгосрочно, ну, и в отличие от того, что обычно я делаю, я сделал это без стопа. Взял там минимальный, так сказать, объем, вот, насколько это возможно, да. Вот, и что я хочу сказать, что вот было лоу у нас в июне этого года, лоу было, ну, грубо говоря, чуть ниже 68, вот, я не вижу совершенно, хотя разница всего 4 рубля, я не вижу, что мы с этих 72 можем до этих 68 дойти. Я думаю, что совсем скоро будет обрисовано дно, и все это двинется наверх. Вот, поэтому, я думаю, сейчас очень хорошие точки для покупки доллара стратегически. Вот, а связано это с нефтью. Нефть, как говорится, пыжится наверх, а нефть это делает вслед за рынком США. Значит, тут первая причина рынок США. Рынок США, я думаю, покажет еще новый максимум. Вот, он немножко откатил, но этого недостаточно, он покажет еще новый максимум исторический, да. И вот, в какой-то момент произойдет, то есть, как дальше будет рисоваться картина. Он может еще туда, так сказать, толкаться еще до Рождества. И после Нового года какой-то еще может нарисовать. Но надо ждать первого сильного отката. Вот, действительно сильного, не однодневного, такого короткого. Нужно по рынку США ждать первого сильного отката. И после этого первого сильного отката, когда снова упадет коррекционный рост, вот оттуда начинать продавать. То есть, пока вот такого отката нет. Пока вот продолжается это движение, надо просто сидеть и ждать. Потому что покупать это безумие. Достаточно взглянуть там на месячный график, чтобы понять, что не надо покупать. Вот, но продавать рано. Потому что, ну, можно начинать строить продажи отсюда. Но, так сказать, возьмем несколько стопов. Вот, так, чтобы зайти, так сказать, и практически по первому входу дальше стопов не иметь, вот так пока не получается. Ну, вот нефть тащится за рынком Соединенных Штатов наверх. И рубль, так сказать, пытается укрепиться. Довольно бессмысленное занятие. Но, так сказать, ну, вот так вот устроена эта система. Вот. Итак, я возвращаюсь к вам. Значит, в принципе, то, что я хотел сказать, я, значит, сказал. Если есть какие-то вопросы, то давайте вы мне их пишите. Так. Вот мне Руслан написал вопрос. Как начать торговать нефтью бренд с центовым счетом? С каким лотом можно начинать? Ну, вы знаете, мне трудно разобраться во всех этих центовых счетах. К тому же я не знаю, какая величина контракта, значит, по бренду. То есть, ну, во-первых, я бы советовал взять демо счет какого-то размера, значит, адекватный вашему центовому. И открыть, так сказать, минимальный объем. И посмотреть, значит, какой размер контракта, то есть, какую маржу он забирает. И, соответственно, какое плечо у вас фактическое получается. Вообще, самое правильное, комфортное, это, так сказать, брать, там, первый вход, там, делать без плеча. Вот, со мной, если вы, так сказать, хотите, например, там спросить, каким объем можно, например, без стопа, то, ну, будьте готовы к тому, что, например, ну, цена, допустим, если вы не будете, скажем, стопа брать. То есть, может, в самом плохом случае, например, цена, там, может, два раза измениться, так сказать, на ваш актив. То есть, вы, грубо говоря, купили, там, по 50, а она, там, упала до 25. Вот, соответственно, для того, чтобы для счета это не было критично, вот, ну, с каким, с каким плечом. Вот, получается, что максимально, как бы, вот это без плеча. Ну, либо надо с короткими стопами это делать. Вот, а, соответственно, дальше, это зависит от того, какой величины вы стоп закладываете. То есть, поскольку счет небольшой, ну, можно допустить, чтобы, например, один стоп съедал, там, ну, максимум, там, 5% счета. Вот из этого и исходить. То есть, считать от этого объем. Так, есть ли еще какие-то вопросы ко мне? А, да, вот Александр спросил, подскажите, какая ситуация с золотом? Вот, давайте мы посмотрим на график с золотом. Хороший вопрос. Так, значит, я считаю, что золото по-прежнему смотрит глобально наверх. Вот, значит, и, соответственно, я считаю, что можно пробовать покупать золото, но только стоп должен стоять вот ниже этого лоу, ниже 1764. То есть, соответственно, это 80 долларов. Вот, если как бы это некомфортно, вот, тогда, значит, подождать, пока золото подрастет вот выше этих средних, это аллигатор, да, вот подневки. И тогда можно покупать, и вот тогда образуется, так сказать, некоторый нижний уровень. Мы не знаем, просто, может быть, оно еще немного вниз ходит. То есть, либо ждать, смотрите, то есть, такой вариант можно попробовать, глядя на картинку, мне кажется, смотрите. Либо ждать его недалеко от 1764, ну, например, там, где-нибудь 1780, 1785. Вот здесь его подождать. Можно лимитничек поставить, да, со стопом ниже 1764. Если он не даст, то есть, если он выйдет выше 1851, выйдет выше 1851, тогда можно купить оттуда, но тогда стоп вот на тот лоу, который образуется перед этим выходом. Вот так я. А вообще глобально, я думаю, что золото по-прежнему смотрит наверх. У меня такое впечатление. Вот. Так, я, как бы мне к вам вернуться-то? Я вас потерял. Так, есть ли еще вопросы какие-то ко мне? Пока это самое, пока вы думаете, есть вопросы или нет, очень советую посмотреть то, что расследование, которое выложил Навальный по поводу своего отравления. Независимо от того, как вы, так сказать, относитесь к этому факту, значит, и к этой версии. Это довольно любопытно. Там очень много интересного. Вот. Ну, поскольку вопросов больше нет, всем спасибо за внимание. Заходите по понедельникам, но если только это небольшой праздник, понедельник в 16.00. Жду вас. Спасибо большое и до свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...